Мы сегодня говорили о переименовании, но вот если тот населенный пункт, где вы обитаете, не очень вам нравится его название, ну бывает такая история, надо решиться и переименовать иногда, скажем, на противоположное. Мы предлагаем вам варианты, внимание на экран, пожалуйста, причем совершенно реальная история. Вот поселок Тупицыно, вы может откликнитесь где, я не знаю, но почему бы не взять уже и смело сказать умняги, вот так, мы умняги. А может людям в Тупицыно прекрасно? Не знаю, Бадуны, посмотрите, тоже это тот знак, который кто-то проезжает и видит регулярно, а звучит он как обвинение, нет, трезваки мы. А может быть, знаешь, название Бадуны надо еще заслужить ежедневным, так сказать, трудом, вот так вот раз и переименовать. Тань, ну вот ты уже не согласилась, согласились, дешевки, ну что это? Да, как-то обидно. Вот это уже обидно. Значит, вот вариант правильный, дорогуши. И так многослойные, вот сюда много смыслов. И мне кажется, завлекательно. Сушки тоже масштаб может не устроить, нужно повысить планку и сделать бублики, бублики. Если будет пригород, то с маком. Ребят, Канары, ведь достаточно изменить одну букву, всего одну, посмотрите, да. И все, в рамках импортозамещения новый курорт в России. Прекрасно. А можно заменить еще одну букву и получится Комары. А потом ЗА Комары. Комары, да. Грязи, Грязи один. Может быть, кто-то не согласится с этим, пожалуйста, вот сразу Князи и получится как в поговорке. Ну и цыплята, цыплята, надо бизнес открывать. Поэтому смело дополняйте. Вы знаете, как после замужества двойная фамилия. Вот здесь цыплята, гриль. Цыплята, грилево. Ой, я бы сейчас вот свернула бы вот на такой, ты знаешь, указатель. Что-то есть такое? Эй!